Урок по безопасности ученикам 5-го ГЭС запомнится надолго. Привычного учителя сменили люди в форме. Полицейские инспекторы по делам несовершеннолетних и уголовного розыска. Инициатором является полиция. Мы разыскиваем детей, дети пропадают у нас. И самое, как сказать, наверное, простое, нужное – это предотвратить все это, нежели потом пожинать какие-то последствия. Пришли они не с пустыми руками, а с чемоданчиком. Дети долго гадали, что в нем оказалось – порошок. Для того, чтобы снимать отпечатки пальцев, одному из учеников Никите Климову выпала возможность побывать в роли полицейского. Я сейчас отпечатки брал с вазы. Получилось? Да. А ты бы в будущем хотел работать в полицейском? Да. А в каком отделе? Не знаю, может во втором. Полицейские напомнили детям о правилах поведения в разных ситуациях. Кроме правоохранителей, к ученикам 5-го ГЭ заглянули спасатели. А если быть точнее, журналист и волонтер добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» – Ксения Кнори. Организация осуществляет свою деятельность на территории Московского региона и близлежащих областей. Людей здесь теряется немало, особенно летом. Летом в сезон грибов и ягод у нас до 25 заявок в день по Москве и области на поиск. Из них, к сожалению, треть дети. Ксения Кнори рассказала детям о том, как поступать в чрезвычайных ситуациях и включила в урок интересные психологические эксперименты. Один из них заключался в следующем – отличить по фотографии добропорядочного человека от преступника. Чаще всего дети ошибались и не могли определить, где ученый, а где серийный убийца. Внешность бывает обманчива. Вот что хотела донести Ксения школьникам. А потом она напомнила об основных правилах выживания в лесу. С приходом лета там чаще всего теряются дети. Такие полезные уроки пройдут во всех школах Одинцовского района. Не обойдется и без домашних заданий. Сейчас пока в роли теоретической части, а следующий цикл будет уже как проверка домашнего задания, как в виде интерактива. Вот такого мастер-класса мы посмотрим, как дети запомнили. Если пятиклассники хорошо выучат эти правила, им будет легче найти выход из чрезвычайной ситуации и оказать помощь ближнему. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.